Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, соратники! Сегодня ежедневная сводка новостей проекта зареферендумнарод.ру И мы сегодня новости даем из Белоруссии, из Брестской крепости. Это крепость-герой. Не случайно мы приехали в этот день, 1 июня, в это священное место. Здесь партизаны на протяжении всей оккупации боролись с оккупантами. Вот в этом месте. И мы хотим сказать, провести историческую параллель. Что сейчас, с 1991 года наше Отечество опять оккупировано. И мы, партизаны, и из России, и из Белоруссии, и из Украины, и из всех республик, собираем подписи за расследование незаконного разрушения Советского Союза в 1991 году. Вот сегодня, 1 июня, закончился первый этап сбора подписей. Мы собираем эти подписи уже 3 месяца. Значит, 2 миллиона еще не собрано. Но мы объявляем, что в России продолжается сбор подписей до Победы. И вот сейчас мы приехали в Белоруссию. Здесь с нашими соратниками говорили о том, что начался сбор подписей во всех республиках Советского Союза. Сегодня очень много было людей, которые активно подписывали бланк за расследование событий 1991 года. Мы общались с нашими соратниками, с нодовцами Белоруссии. И они присоединяются к нашей борьбе, к общей. Мы поедем и на Донбасс в ближайшее время. Там тоже присоединятся. Там уже люди скоро смогут голосовать и за изменение Конституции. И также хочется поблагодарить, что на первом этапе уже сейчас видно, вот по окончанию первого этапа, сейчас уже видно, с каким упорством все, кто участвовал, кто-то участвовал непосредственно, а кто-то участвовал менее активно, косвенно как-то помогал. Но тем не менее, вот все, кто участвовал, все видно, что сделали огромный вклад. Делали это с огромным упорством. И видно, что с полной самоотдачей, насколько людям позволяли возможности и обстоятельства, вот настолько с полной самоотдачей все это делали. И, конечно же, хочется только всех поблагодарить за такую активность и за то, что везде был дружный настрой, все очень сплоченно делалось. В общем, хочется только поблагодарить. Хочется сказать, что борьба продолжается. Нам необходимо собрать эти 2 миллиона подписей. Мы обязательно изменим Конституцию, освободим наше Отечество, вернем ему суверенитет. Битва за Отечество продолжается. Друзья, и в связи с этим у нас инициатива. Когда-то наши соратники с Кавказа расписали свой боевой стяг, флаг национально-освободительного движения. Мы решили, что именно здесь, в этом сакральном месте, наши активисты рабочего объединения московских штабов, Ну, нас всего 9 человек здесь. Продолжим мы подписывать наш флаг в Москве. А сейчас я подам пример и предлагаю всем штабам по всей России, нашим друзьям в государствах, бывших республиках СССР, Тоже наметить такие боевые знамена. Пусть они станут символом нашей стойкости, мужества. И, конечно, форма клятвы, наверное, неуместна, но эта подпись будет не бахвальством. Эта подпись будет нашим внутренним решением стоять до конца. В общем-то, мы будем верны памяти наших. Будем достойны наших предков. Камеру закрываем. Миша, камеру закрываем. Не знаю, что это. Давай. Просто ругуй его, Татьяна Николаевна. Что ты поставила? Да, друзья мои. Сегодня, 1 июня. Дима, ты следующий. Битва за Отечество продолжается. Не шагу назад. Победа будет за нами. Вот эти как бы развалины, ведь мы восстанавливаем специально, чтобы мы не видели, что тут ставим огромное здание. Они просто лежат практически под номер. Вот именно на этом месте. Сейчас ставят подпись участники рабочего объединения московских штабов. Заходи в кадр. Уважаемые друзья, я еще хотел буквально два слова добавить, сказать к сказанному сегодня. Значит, первое. Мы приехали к своим братьям сюда, в город Брест, Республика Беларусь. Никому не надо доказывать, что белорусы, русские и украинцы – это один народ. И это никому не надо доказывать сегодня. Мы сегодня приехали сюда, в этот священный город, в это сакральное место, объявить второй этап борьбы, который настал сегодня, 1 июня 2019 года. Напомню, значит, 23 февраля 2019 года этого года рабочее объединение московских штабов в количестве 10 человек посетили город Сталинград. Город Сталинград, значит, был выбран не случайно, потому что именно в этом, с этого города пошел коренной перелом в битве Второй мировой Великой Отечественной войне. 2 февраля 1943 года армия Павлюса была окружена, Павлюс был пленен, и с этого момента можно считать, что пошло наступление. Сегодня здесь, как и наш сбор подписей, на самом деле, мы думаем, что произвел такие коренные изменения в этой информационной войне и битве. Мы почувствовали это в Москве, как ослабили свою удавку псевдопатриотические и, в том числе, и либеральные активисты. Видимо, наши тезисы, наша формулировка наших бланков сбила их планы и расчеты. Они все-таки идут в каком-то коммуникативном построении и убеждении людей. Мы поломали их планы. И курс взят страной на референдум через объединение Белоруссии и России. Союзное государство. И я думаю, что новый этап станет чем? Курской дугой? Убыстрением? Что это будет? Да, да, это будет Курская дуга. Был сначала Сталинград, потом была Курская дуга, а потом был взят город Минск и так далее. Освобожден. За освобождение Отечества, друзья. Оставим свои подписи на знаменах. Пускай они потом будут храниться где-то в сердце, там, в Кремле, я не знаю где, когда будет победа. Мы подарим их. Из этого сакрального места, из города Бреста, мы объявляем второй этап борьбы, второй этап освобождения. Сейчас я поставлю свой подписи. Подписывайся вместе с нами. Умеешь? Умеешь уже? О, везел гулять. За свободу Отечества. За свободы Отечества. Не знаю. Настолько. Умеется. Дальше. Умеется. Умеется. Умеется будет. Умеется. За единое Отечество Уверен, как и все активисты рабочего объединения московских штабов, что Отечество наше будет свободным и суверенным. Соратники, друзья, мы можем изменить положение вещей, сплотившись вместе, дать отпор вот этим паразитам, тем самым мы вовеки закрепим за собой. Мы переболели уже столько раз. Вот это положение вещей, которое циклично повторяется вот так с нашим Отечеством, оно должно быть последним и окончательно на этот раз. Освободим Отечество вместе. Олег Михайлович Я считаю, что русский мир был, есть и будет свободным Освободим Отечество вместе За единый русский мир, за единое Отечество Белорусы, украинцы и русские Это единый народ Это даже не разные народы, это единый народ Я оставляю свою подпись На флаге Ромш И уверен, что впереди нас ждет единое, счастливое, уверенное, самостоятельное, независимое будущее Спасибо Друзья, сегодняшний наш выпуск новостей Из такого святого места, волшебного Из города Бреста, из Брестской крепости Мы шлем привет нашим соратникам Во всех, во всех городах страны Завтра будет отчет подробный По сбору подписей Как он прошел, какие письма до нас дошли Как мы их сосчитали Кто впереди, кто еще более впереди На самом деле, мы все, это и есть наш общий результат Мы все вместе И каждый внес свою долю усилий А главное, сердце И на этом, друзья, мы говорим всем пока Вместе мы сила Ждем ваших репортажей Про ваши боевые знамена И про сакральные места Нашей могучей, великой, огромной державы Ждем из Молдавии Ждем из Минска Ждем с Украины И за референдум народ Нет, я хотела сказать Скажите, что на сайте Зареферендум народ.ру Можно скачать бланки Отправить нам по почте Присоединяйтесь, все, кто нас сейчас слышит Соратники, спасибо вам большое А также голосуйте на страничке СССР И на Русноде за бланк СССР Друзья, мы победим Всего доброго С вами были Татьяна, Дима Активисты Рабочего объединения Московских штабов Татьяна Николаевна И все наши драгоценные друзья По ту сторону экрана Не только по этому Всем привет Всего доброго Удачи всем Продолжаем сбор подписей